привет девчоночки мне сегодня не смотрите попала под дождик немножко ходила с пустинкой у нас дождь лед не прекращает который день квартире стало холодно сыра на улице только что вышли вода стоит уже земля не упитывает воду в траве везде стоит уже вода льет и льет и льет стало очень холодно пудельник таблетку выпить стало очень холодно на улице и конечно лак купила taft ну не то я теперь поняла почему я давно давно с него перешла нового флекс заказала на мейкапе нашла по магазинам нет на мейкапе нашла вэлафлекс ну там минимальный заказ был пришлось 2 заказать две бутылочки но я и хотела 2 2 баллончика потому что думаю кто насколько продлится этот коронавирус карантин локдаун к по какой-то причине по магазинам его не завозят этот лак нигде главное его нету что заказала нам и как мне вчера подтвердили сказано написали мне что ваш заказ подтвержден и сегодня будет отправлен то есть сегодня за то чуть-чуть ранее его получу скорее всего что завтра кофеек себе завариваю замерзла обула на ноги домашние сапожки теплые теплый халат я зимой в теплом халате не ходила ну я всегда хожу в легкой такие два платьичка легкие я их меняю хожу одно в стирку другое отделом потом наоборот они быстро сохнут даже зимой у них хожу апрель месяц девчонки кофе закипела заварила кофейка немножко согреться замерзла молочка добавлю если честно даже никуда выходить сегодня не хочется молоко последнее вылила нужно поймала чкаф купить не хочется никуда идти вообще не хочется хотела вторник среда сходить на рынок за приправкой для капустам девочка это капуста реально бомбезно знаете как на рынке продают пойду куплю приправку сделаю еще такую капусту очень вкусная но не могу по такой погоде вообще не хочется выходить замерзла сегодня сегодня стираю постельная перестернула постельная сейчас покрывала стираю оно большое я очень знаете сначала его положила но меня машинка на 7 килограмм думаю потяните минуту нормально покрывала такой знаете она есть односторонне то есть у нас односторонним нормально справляется хорошо а этот ворс с обеих сторон то есть двухсторонний она более такое не знаю то мое такое вишневая с цветами баска железет и сегодня все пока выпали со всего везде все и руками гребла мокрыми чтоб все собрать старалась до малейшей ворсинки не знаю девочки и ноги болели потому что пополазила на часа два пока всю квартиру везде 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 все 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 постаралась на всех коврах поснимать это мокрыми руками еще плюс потом мокрыми руками потом снова пылесосом думаю чтобы нигде нигде не единой ворсинка не осталось сейчас он раскрутила стирает покрывала только стирка очень плохо сохнет девчонки очень плохо сохнет стирка сама себе непривычная еще немножко дождик намочил не могу то так все хоба заляпала и знаете мою голову и не могу отмыть и ну так все склеивает заляпывает хотя далеко баллон все равно не то не то пальто ждем валафлекс надеюсь что уже завтра мне его принесут а еще девчоночки кофе обалденный попросила дочку заказала я брала том году не девочка на работе предложила не хотите вместе ну чтобы доставку пополам поделить ну оля там я говорю ну давай оленька заказала кроссовочки знаете такие как резиночки легенькая белая подошва черненькие и с камушками знаете думала камушки по отлетают думаю дешевые за 200 гривен 220 думаю камушки по отлетают на дороге не один не один камушек до сих пор я уже их и у машинки стирала они у меня два раза на египте ездили и в машинке ну хоба и закинула потому что когда египта приехали вот это вот эти дырочки ну позабивалась так вот песок этот невозможно было бы видно было что ну он есть там стирала их и машинки да не один камушек девочки испытанные дешевые легенькие а еще так получилось что в том году я неправильно срезаю ногти вот как потом выяснил как мне врач сказал я не знала я когда на ноги срезаю закругливаю еще и запиливала делала да я не острых углов не делать если я делала круг и запиливала и он сказал что ну я говорю причем причина врастания моего ногтя он и говорит вы неправильно срезать и как вы срезаете я говорю ну вот такого такого вы неправильно делаете вы должны прямо срезать прямо ничего не закруглить ну и девочка, хотя я перестала вот он мне вырезал хоть я и перестала закруглить но уже наверное проблема уже есть и она продолжается как говорится и в том году я доходилась до того что у меня уже он такой знаете напух весь покраснел, воспалился, пустирующая боль такая ну и пришлось в частной клинике лазерным грузическим путем снова удалять мне там удалили и вы понимаете его намотали ну я не могла его же надо закрывать в босоножках ну хотя лето было вроде бы не обуешься, но надо как-то закрывать от пыли, от всего и вот эти вот кроссовки меня спасли девочки, я все лето а еще так получилось, что я не знала на работе у нас закрытая обувь нам будут такие кожаные тапочки белые она закрытая у меня долго не заживал этот палец месяц не заживает мне потом говорит сотрудница тоже Оксана со мной рядом сидит говорит, может ты вот этим тапком набиваешь попробуй что-нибудь, ну другое обудь чтобы не набивало я говорю, да не знаю, ну месяц не заживает ну типа буду обращаться в клинику ну они говорили я два раза на перемотку пришла сейчас девчонки машинка выключила решила сильнее отжать на тысячу включила оборотов, потому что тяжелая и если вдруг какие-то будут проблемы, вы приходите но на работе, то есть мне надо было, а не до пяти то есть доктор, ну на что смотрел доктор и я до четырех ну от доктора до двух то есть к ним я могу попасть только в пять пока доеду, пока в общем, ну и это надо было отпрашиваться отпрашиваться у нас очень так было трудно ну там, где вот это я ушла с работы это было, понимаете, концлагерь отпроситься, это была такая проблема в общем, ну ладно послушала я Оксану вы знаете, переобулась открытые, обычные резиновые тапочки вы знаете, пошла на поправку ну инженер по труду сделал мне замечание, почему вы а я говорю, вы видите, какой у меня палец видно в носке, он намотанный говорю, у меня не заживает палец раны ну хорошо, типа, ходите ну так у нас запрещают ну другое, только то, что выдают на работе кожаные тапочки ну, передок закрытый ну, и вы знаете, переобулась и он у меня зажил но, вот эти вот кроссовки девочки, если у меня эти кроссовки я не знаю, во что мне обуться что мне делать переходила мне они очень, 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 очень пришлись по душе очень я не знаю, легенькие удобные взулся быстренько и побежал так попросила дочь она заказала мне такие мятные нежные, нежные такие красивые и снова черные и мне еще и эти мне они очень понравились девочки 220, 219 гривен ола сайт обалденно и мы уже двое заказали по 200 тоже 20 или 30 мы им тоже в том году взяли и ему понравились именно летний вариант так что жду теперь они у нас в воскресенье заказали на сайте написано в течение 3-5 дней от 3 до 5 дней ну вышлют их только то есть их на этой неделе только вышлют на следующий не должны уже быть у нас покажу вам какие да не очень они во-первых ну вот что угодно тогда эти черные так камушки у меня некрасиво честно я думала дешевые подпадает ну я оказалась очень-очень я выбегала в них у меня так у меня ни нога не потела ничего вот так было классно обалденно просто у меня есть двое кожаных одинаковых одни такие знаете серебро с пудрой кожаные в дырочку тоже все такие перфорированные одни золотистые ну практически балетки одинаковые ну и босоножки вот три пары на я их в том году даже ни одни не обула вот это вот этих кроссовочках я выбегала еще из-за пальца конечно все лето как обула наверное апрель апрель май июнь июль август сентябрь еще я помню начало октября пока вообще не переобулась в ботинки я вот это в них бегала ну палец у меня тогда долго заживало в августе мы сделали операцию и он месяц вообще не заживал уже была середина сентября а потом только он начал заживать потихонечку и теперь это было на левой теперь на правой у меня говорю вот что значит ну у меня и подруга говорит тоже ей уже четыре раза подряд вырезали один и тот же палец то есть говорит ну если у тебя уже это проблема то он типа ну все время будут вырезать уже как-то не срезает но вот это лазерное когда в августе мне делали я спросила у доктора говорю доктор у меня уже на этой ноге вырезали что это это повторно говорю да он после лазерной больше вы не должны обращаться с этим пальцем ну посмотрим дай бог он так правый начал я тогда помню когда первый раз я доходилась до того ну вот так на работу не могу отпроситься у нас очень очень плохо реагирует на эти все отпрашивания и я доходилась до того что у меня ходила тогда дневная ночная в общем девчонка иду с ночной смены выхожу он красный большой пульсирует уже просто ну как шкандыбаю а еще то кожаный хоть и ну дырочку балеточка мне вот это вот больно но я так еще же закрыта я так же в босоножке с таким пальцем не будешь ходить иду не могу иду и все я уже дохожу до остановки и у меня слезы рекой мне больно муж говорит вместе были с ночной ну поехали еще тогда я помню мы посетили три или четыре нас нигде не хотели принимать ой палец у вас едьте дальше и вот это пока мы вот так с одной поликлиники переезжали в другую у меня лопнут вот это пол туфля вот это понимаете уже гноя господи это было такое я вам у меня боль уже ужасная началась ну аж дергать палец начало я рыдаю девочки мальчики вы не представляете хирургам докторам это вот я свой опыт да им все равно я рыдаю показываю мне больно пожалуйста сделайте что-нибудь я уже терпеть не могу мне уже она наболела а он так достает сигарету я занят я так выхожу на крыльце стоит курит ну понимаете скоты вот ну скоты вот так мы потом поехали на Харьковскую там у нас вот район Харьковская и нас в пятую послали а мы не знаем но этот район приехали получилось что нам первое на пути когда с маршрутки встали районные ну которая только район обслуживает то есть сумских не обслуживает городских но мы заходим и мы просто не знали спрашиваем выходит медсестра там и шел ремонт она выходит говорит ну что вы хотели мы объяснили она вы не туда попали вам нужна пятая а это типа районные но я сейчас спрошу у доктора может быть он воспримет она видит что я заплаканная вы знаете она поднялась к доктору на второй этап спускаться говорит он сейчас спустится а доктор молодой знаете наверное еще знаете не оскотел он спустился осмотрел меня процедурный говорит вот напиши что там на операцию идите все покупайте я сделаю вам это немного времени буквально 10 минут это занимает и я типа вам сделаю ну что же будете мучиться понимаете человек вот реально человек муж сбегал вступился на втором этаже медсестра приготовила операционную ну буквально 10 минут он потратил вырезал мне ну ему была такая благодарная понимаете ну обкололи естественно я уже вышла уже я более не чувствую палец не мой иду и боже говорю боже ну вот есть же есть люди а если понимаете я занят и пошел курить думаю хамло ты хамло ну ты же давал клятву гиппократа но человек со слезами с такой вот вот на лицо проблема ну помогите да о чем речь я занят я так плакала главное едьте в другую а я говорю я не могу уже передвигаться ну к маршрутке от маршрутки это же идти надо на остановку от полиглиники там снова типа ну говорю мы уже вызывай скоро когда он уже лопнул скоро мы с таким ну мелким не выезжаем вот вам и все говорят да никто никому не нужен как короной заболела скорая вообще отказалась выезжать вот вам потом знаете вот это вот ну злая да я иногда вот на врачей не все конечно но очень много таких почему ты так не любишь ну потому что вот так сталкивалась с таким вот скотским отношением и очень много не знаю может я везучая но вот так вот вкусный кофе заварной погода темно так хочется солнышка а его нету господи раскрутила честно переживала оно объемное большое двухсторонний борс вот этот но оно так даже в сухом виде тяжелое так взяла на руку думаю сколько оно а как водой напитается это вот переживала так вот девчоночки завтра завтра схожу все-таки все-таки нужно пойти постричься вот надо было наверное все-таки сегодня что-то болит у меня на балконе наклонилась пылесосила ударилась окно было открыто и об уголок как думаю что у меня болит болит ударилась еще вчера сегодня болит погода ужас ну знаете я снимала сегодня утром вы обратили внимание все уже зеленеет сейчас покажу смотрите как позеленело насколько все зелено стало видите деревья уже с листочками лужочек уже такой зеленый с каждым днем все больше и больше класс правда а видите над городом вон на домами как туман вот такой вот все туманом каким-то как окутано верхушки деревьев домов сыро очень очень плохо стирка сохнет очень сыро девочки плохо стирка сохнет очень плохо сохнет все прям знаете вот воздух такой вот влажностью пропитан плохо то я так открою на балконе окна и солнышко ветерок быстро очень стирка особенно вот как постельная что его на тысячу оборотов машинка выкрутит ты его повесила на два часа внутри на сухое сегодня думаю да постирала повесила два пододеяльника простыня наволочки дайте два пододеяльника простыня то может быть и быстрее высохнет а вот пододеяльника будет проблема хотя уже все достирала хотя уже на пятницу то было аж в следующий четверг у нас только пасмурно но не было дождя а это вот посмотрела уже на пятницу обещают солнышко ну обещать вы знаете как вот сейчас вроде бы только села вам показала села как солнышко начинает ну знаете ну я думаю что девочки в шесть у нас солнышко сейчас у нас сколько четыре пятый час в шесть солнышко вот я вам говорю солнышко начинает пробиваться в шесть семь солнышко завтра будет солнышко с дождем и грозой боже может у нас наконец-то уже да девочки только села вон начало солнышко муж сегодня задержится на работе я кушать наготовила вчера пшеничную кашку сварила гречаником девочки гречанике вы знаете попробуйте я вам ну это правда обалденная вещь только я фарш покупную не очень уважаю ну потому что ну вы сами понимаете туда на пруд ну всяких шкурок ну то все такое что обрезают собакам все что дойдет а так и покупаю кусочек мяса я сама его перемалываю то есть я вижу что я ну что у меня идет тот фарш и вот это вот гречка мне очень нравится мне нравится что там и подливочка вот я вот я вчера у нас был рис мы ели с гречаниками съели рис я вчера наварила к приходу мужа кашки пшеничной просто вода масло соль все больше ничего наварила и ели мы вот вам насыпали кашку туда гречаник руки посохли очень тянут сегодня вот это сколько ходило сейчас намажу кремом прям тянет руку вот это вот насыпала кашку туда вот это вот гречаник подливка и капуста вот это вкусно вкусненько солнышко небо темное темное с или гроза с дочью только села надо вам показать сейчас сейчас наверное или гроза с ливнем будет потому что так солнышко и темное черное небо обалденно все мои хорошие пишите спасибо вам за то что заходите смотрите все пока до завтра